Из-за зависимости от искомой территории, там либо предмета, применяют что-либо чистоту и для того, чтобы обнаружить невидимые следы преступления. При этом используются и фильтрачки. Уникальные световые приборы, различные линзы, металлоискатели и дрон, чтобы увидеть сверху общую картину. Новые технологии проникают в жизнь криминологической службы, помогая раскрывать различные преступления. Но ветераны отрасли уверены, что настоящий криминалист должен уметь находить следы и без техники, ведь она может выйти из строя, а работу нужно сделать безошибочно. Криминалист в первую очередь должен быть честен перед собой, перед своей профессией. У него есть внутренний устав, в соответствии с которым он действует. Его задача раскрыть преступление, помочь в этом деле своим молодым следователям, своим коллегам. При этом самарские криминалисты с развитием технологии действуют не только на местах преступлений, но раскрывают и старые дела, которые предшественники не смогли распутать из-за технической ограниченности. 77 преступлений в этом году мы раскрыли из тех дел, которые ранее не были раскрыты. И 58 направленных судов, то есть у нас 58 лиц привлечены к ответственности, те, которые ранее избежали ее по тем или иным причинам. Действующих сотрудников криминологии и ветеранов отрасли поздравили с 70-летием с дня основания службы. Создана она была 19 октября 1954 года указом Генерального прокурора Советского Союза. В честь юбилея отличившимся следователям вручили награды и благодарственные письма. Мы на самом деле эту дату встречаем с большой радостью. Наши криминалисты имеют колоссальный опыт не только криминалистической работы, но и следственной. Все это в прошлом. Сами следователи, как вы сегодня видели в зале, и ветераны следствия, и действующие сотрудники, они прошли всю следственную школу. На сегодняшний день они делятся своими опытом с вновь принятыми молодыми следователями, и в том числе с нашими общественными помощниками. Также поздравили следователей кадеты Новокуйбышевской школы номер 18. После церемонии криминалисты снова вернулись на службу, чтобы участвовать в раскрытии наиболее сложных преступлений, обеспечивая неотвратимость наказания по уголовным делам. Андрей Горгуленко, Константин Головин. События.